здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филакова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет давно обещанный мною разбор разбор этери тутберицы она должна сразу снять шляпу перед нашей сегодняшней героиней это просто великий человек который взрастил не одну олимпийскую чемпионку фигурного катания и за это я безумно благодарна ей и вообще ну самый результативный тренер на сегодняшний день вообще по всему миру насколько я понимаю это гениальный человек но невзирая на ее гениальность я буду говорить то что я вижу по ее невербальным сигналам тела мы разберемся как на самом деле она относится к жене медведевой разберемся что там за ситуация была с этим допингом и самое главное в конце немножечко пройдемся по ее натальной карте и по транзитам надеюсь что те кто у меня учатся на астрологии вы используете эти транзиты потому что это потрясающая просто информация уже который день не могу оторваться ну ладно не буду забалтывать вас что называется и включаем первый фрагмент и сразу разбираемся в отношении этерием к жене медведевой и вообще почему они ну можно сказать разошлись и здесь прям четко видно причина их ну что называется уже тот момент который ну что что называется разделил на до и после их общения давайте включаю ну давайте жене медведевой а видите взгляд значит начинает смущение поджимает губу прикусывает губу вообще очень много у нее таких вот стеснительных жестов и в общем то здесь человек перед нами довольно как застенчивый да но в то же время очень жесткий внутри и вы знаете там неудивительно я вам покажу почему она именно такая это прям четко у нее в космограмме мы мы это все в конце видео посмотрим я специально это оставляю на конец поэтому запаситесь терпением оставайтесь со мной до конца дальше смотрим сезон и жения начинаются метаморфозы с жени и с мамой и ты чувствуешь как они от тебя отдаляются видите запрокидывает голову выставляет челюсть с головой на бок и вот это вот как раз и есть сигнал того что ей не нравится где она говорит полюбуйтесь пожалуйста как как они себя вели что мне не понравилось то есть перед нами в любом случае человек какой бы гениальной она не было все равно эмоции у нее есть и эмоции у нее как раз на этот момент повествования очень четко включаются то есть для нее это важный момент который она описывает видите это вот самый важный или кто-то начинает влиять на мнение кто-то начинает волосы поправляет это наш чисто женский прием когда мы самопрезентацию устраиваем да когда мы показываем какая хорошая а вот то таком мы говорим они действительно не такие хорошие как мы то есть вот это вот как раз сигналы того что вот это самое главное влиять на поведение спортсмена и ты понимаешь что это кто-то извне татьяна анатольевна почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать видите опять опять пошло запрокидывание головы выставление челюсти то есть вот это вот ей очень не нравилось как бы она там не вуалировала вот эти свои эмоции все равно вот это в ней кипела и она сейчас это описывает ну конечно же она это не говорит прямо что вот это стало причиной или но эту историю она рассказывает и рассказывает именно с эмоциями и вот это вот сигнал а это вообще возможно не мне советует ну набери мне там приезжай сюда да там как ее вытаскивать из того состояния вот это какой-то истерии и всего остального и говорит что видите отталкивает локтем я вот не смогу с вами жить почему ну вот я не там я не буду произносить причину потому что она не очень красивая и и все и я там переживаю что сейчас опять челюсть вверх то есть опять полюбуйтесь мной я порядочная я это не буду рассказывать но мне это очень не понравилось говорит она бессознательно да там кого-то подселят и это будет немножко ну потому что Алина Загитова я и тогда будет какой-то еще человек видите челюсть вверх в бок то есть ей это очень нравится вот но к нам что-то никого слава богу не подселили видите поджала подбородок скрывает эмоции а да кстати я там еще в конце мы с вами посмотрим кого больше всех любит Этери Тутберидзе из своих воспитанниц я некоторых натальные карты посмотрела и там прям чётенько видно с кем она в хороших отношениях а с кем чисто деловые отношения ну и еще кстати вот когда первая олимпийская чемпионка у нее получилось вот в этот день там очень интересные транзиты и мы с вами все это посмотрим оставайтесь со мной а да ну еще пару слов про Женю да и вот опять будем наблюдать за жестами Этери давайте смотрим то есть уже какой-то она как будто немножко пыталась отстраниться зачем не знаю но мне кажется это не повлияло на ее катание никаким лучшим образом потому что вот как будто видите вот не лучшим образом и челюсть чуть-чуть запрокинула да то есть это конечно же сделала ну как она сейчас вот получается что для Этери это аргумент и оружие да а для Жени это конечно же проигрыш да и вот здесь вот получается что она демонстрирует свое оружие да что вот ну кого ты наказала как это куплю билет пешком пойду да вот типа того то есть вот здесь вот это вот небольшое ну можно сказать злорадство но пожалуйста не воспринимайте мои слова вот прям буквально ну то есть это доля злорадства она присутствует в любом из нас когда вот допустим мы что-то говорим своему другу не делай этого он сделает потом приходит к нам жаловаться и мы говорим ну я же говорила тебе да вот вот это та же самая история то есть получается что ну как бы здесь ну злорадство косвенно можно сказать да когда мы там видим что происходит все так как мы и предполагали но это не значит что мы прям радуемся а это просто констатация факта того что мы были правы да и вот в данном случае здесь ну вот вот так я прошу понимать я просто не хочу ну вот не подумайте что я прям испытываю большую симпатию к сегодняшнему герою или наоборот антипатию я хочу быть максимально объективной и чтобы мои слова не воспринимались очень резко да потому что тема очень ну такая вот скользкая и здесь действительно я просто снимаю шляпу перед всеми кого мы сегодня будем разбирать потому что это те люди которые ну я я как посмотрела это просто геройские поступки с их стороны вот это вот и тренировка и катание и то что они нам показывают поэтому я просто в восторге от нашего фигурного катания и благодаря как раз в первую очередь Этери и ее девчонкам поэтому ну здесь да наверное все таки я не до конца объективно но тем не менее все таки я показываю то что я вижу чтобы мне не хватало в ее катании чистоты и искренности это умнее но я требовательна я вижу я вижу вот это досконально я вижу вещи что она может она могла лучше и там в короткой программе она могла намного лучше откатать сказала что на нее в общем-то особые не выходили но мы не пытались ни там ни это вранье было потому что я пыталась здесь вы знаете было видимо был способ выходить но немножечко такой знаете который вызывает сомнения в ней потому что челюсть довольно низко выставляет лоб плечом не знаю ну то есть выходила но возможно как то вот не особо рьяно что ли или вот что то такое что в ней самой вызывает сомнения да вот то есть она не сильно может быть настаивала да могла бы настаивать возможно Женя этого ждала то есть вот здесь вот такой вопрос довольно скользкий и ну как бы вот сейчас то что я вижу ну без особого энтузиазма скажем так выходила с ней на связь и соответственно отчасти Женя права что никто особо и не выходил на связь но все таки вот факт этот был и ну я писала и писала и писала и писала и звонила и был момент когда я звонила с маме и я сказала там маме Жанна я говорю что происходит а я слышу что она рядом я знала что они на съемки поехали какие то я поэтому позвонила Жанне потому что знала что Женя будет рядом Я говорю, дайте мне Женю, потому что она берет трубку. Она сказала, не вмешивайте меня в свои дела, это ваши дела и ваши разборки. И все, и положил трубку. Фига себе. Да. Окончание карьеры, наверное, как бы оно уже, наверное, к этому ушло, но сколько лет она уже в топах. Это что ж тяжело? Вот смотрите, здесь интересно. Во-первых, челюсть высоко. И она здесь говорит о том, что окончание карьеры Жени. И здесь, конечно же, для нее, опять вернусь к этой теме злорадства, или как, ну вот то, что я вам сейчас объяснила. Действительно, для нее сейчас это аргумент. Аргумент и оружие. То есть то, что Женя в конце немножечко так повела себя, что ей не понравилось, как она вела себя на Олимпиаде. Вот то, что она с ними жить не стала и прочее, прочее. То есть вот этой искренности не хватило. И, соответственно, она сейчас, ну, с позиции выигравшей стороны. Потому что, ну, у Этери там еще полно этих девчонок, которых она тоже ведет к чемпионатам, да, и к выигрышам, и ко всему остальному. Но у Жени, к сожалению, часики тикают. Конечно, странно это все. Ну, фигурное катание – это специфическая тема, потому что, конечно же, там очень рано заканчивается век фигуристок, и дальше уже, ну, уже другую какую-то сферу деятельности надо выбирать. Так вот, сейчас для Этери, ну, Этери сейчас на коне. И вот она это демонстрирует подниманием челюсти, да. Но при этом, смотрите, закрывает ноздри. Ноздри мы закрываем, когда мы как бы запрещаем себе, как, делать разведывательные данные. Ноз – это разведка. Ноз – это тот орган, который дает нам самую достоверную информацию. Вот мы сами не осознаем мозгами, почему мы выбираем именно этого партнера, или это место для жизни, или эту работу, да. Но на самом деле мы выбираем с помощью носа, мы видим, мы чувствуем запах, который нам нравится. Понимаете? И мы партнеров, кстати, выбираем с помощью носа. И вот в данном случае, закрывая нос, она как бы закрывает вот эту вот, ну, дорогу вперед, что ли, вот как-то так. Мы выбираем же, да, мы всегда, мы каждую секунду выбираем, и выбираем мы с помощью носа. А когда мы бессознательно закрываем вот этот источник информации, то есть все, я больше не выбираю, я больше не хочу ничего нюхать, да, я хочу оставаться вот здесь и сейчас, да. Или мне перекрыли кислород, да, мне перекрыли возможность двигаться дальше. Вот это вот иллюстратор именно вот этого, понимаете, что мы двигаемся вперед с помощью носа, улавливаем те течения, движения, в которые нам можно вклиниться, да. И когда мы это закрываем, это значит, что все, хватит нам разведки, я буду здесь, я должен здесь передохнуть, или я больше не хочу двигаться вперед, или прочее, прочее. То есть трактуйте, как уже, ну, как здесь по смыслу вы видите. Да, ну вот, видите, вот это вот закрывание носа как раз, то есть, ну, вот по смыслу подставляйте, да, вот, закрывание носа – это закрывание разведывательной информации, которая необходима для движения вперед. То есть это значит, что человек либо собирается остановиться, да, передохнуть, либо, ну, вообще, в принципе, ничего уже дальше не светит, надо вообще менять траекторию движения. Да, но, знаете, вот мы с вами сейчас увидели, как Этери демонстрировала превосходство, да, и выигрыш, да, то есть она на коне в отношении Жени. Но смотрите, как она демонстрирует, ну, когда, ну, скажем так, смотрите, ситуация с Женей, она смело демонстрирует то, что она права, то, что она это готова отстаивать, и она это, ну, как бы вот эту ситуацию принимает и понимает свою главную роль в этой ситуации, да. И я вам для примера хочу показать ту ситуацию, где она тоже знает, что права. Она тоже хотела бы отстаивать, но там уже другая расстановка сил. Если с Женей она демонстрирует превосходство, то вот в данном случае превосходства мы не видим. Давайте смотреть. Плюс еще то, что пониженные стоимости четверных, и они, даже сделав четверные, они не стоят, наверное, столько, сколько хочет. У нас, я вот с понижением стоимости четверных я не согласна. Вот вообще не согласна. Я считаю, что там четверной лут, ну, реально, ну, он должен стоить намного больше, чем он стоит. И вот это вот то, что ошибки настолько... Ну, это все против вас. У Саши Трусовой на юниорском... Нет. Видите, ну, Ноздрю опять... Или на гран-при где-то она заняла второе место. Косторная тогда заняла первое. Знаете, чего мне здесь не хватило, это поднятые челюсти и демонстрации вот так вот, этой самой челюсти, да, склонения головы на бок. То есть, когда мы знаем, что мы правы и имеем право отстаивать свою точку зрения, вот как в ситуации с Женей, да, где Женя проявила неуважение. И вот перед нами Этери выступила в качестве обиженной женщины, с которой не захотели жить, которую проигнорили, с которой недостаточно искренно вела себя Женя. Да, и вот она с позиции силы, с позиции, ну, скажем так, главного ведущего партнера, да, в этих отношениях, она вот встала в позу, что называется. Но когда вопрос, вот, по поводу стоимости четверных, с чем я с ней полностью согласна, и, ну, мне кажется, я не в теме, конечно, я не совсем, я вот только увлеклась этим, ну, вот, просмотром ее девчонок, только когда готовила этот эфир. Но, тем не менее, я согласна, что когда действительно очень сложное упражнение выполняет фигуристка, и ей давать просто такие маленькие баллы, которые она могла бы получить, просто проехавшись красиво мимо судей, да, здесь действительно несправедливость. Ну, здесь, конечно же, с ее стороны должно быть возмущение и воля к борьбе, да, и вот эта воля к борьбе, она должна была проявиться точно так же, как в отношении с Женей, да, то есть Женя не права, да, и вот она продемонстрировала свое личное мнение. Но здесь свое личное мнение она как-то вот спрятала, получается. Она вот это все говорила с низко опущенной челюстью, как-то много смущалась, но особо таких вот лозунгов у нее не было, да, и вот этой демонстрации силы и так далее, что говорит о том, что все-таки либо там действительно очень сложно это все отстаивать, да, возможно, у нее нет таких полномочий, возможно, это бесполезно делать, а может быть просто вот с Женей она действительно на коне, да, вот в отношении с этой ситуацией, здесь, ну, вот получается, что все хуже, да, и вот здесь уже не повыставляешь свои правила, да, и не подрессируешь, да, что называется, кого-то, кто от тебя полностью зависит. Вот это вот как бы мне показалось довольно неприятным моментом, но тем не менее я, может быть, не совсем в теме, объясните мне в комментариях. Я, кстати, очень часто в ваших комментариях действительно становлюсь умнее. Вот это вот не отнять в наших отношениях с вами, потому что вы мне многие вещи потом после эфира объясняете. Вот я как в тему вошла, да, что называется, как чайник, да, ну вот фигурное катание в данном случае. Поэтому объясните мне, если я где-то как дилетант выражаюсь, да, и что-то говорю не так, то объясните мне, пожалуйста, свою точку зрения, проконсультируйте меня в комментариях, пожалуйста, потому что это действительно очень интересно, и всего сразу объять невозможно, да, и поэтому, конечно же, я в этом смысле не всегда хорошо разбираюсь. Да, давайте следующий фрагмент, вот по поводу ее, знаете, вот часто Этери, все предъявляют, что она такая черствая и вообще такая снежная королева, даже, ну, ее так называют, да. Давайте посмотрим вот ее отношения, ну, вот просто вот вскользь, как она говорит о своих девчонках, мне прям понравилось вот это, давайте. Так, вот так, если она вот так откатает, она олимпийская чемпионка, поэтому, наверное, какой-то период она... Но вы не ожидали, наверное, какой реакции все равно, это Георгий? Ну, такой реакции. Ну, это же, ну, это смотрелось. Ну, это же прям Сашка, да, она же меня там еще и пихала, и толкала, а потом в разевалке она в меня будет пулять свои коньки, которые она будет снимать, и я там буду уворачиваться. Ну, вот такая Сашка. Да, видите, как она это все демонстрирует эмоциями, жестами, и это говорит о том, что она рассказывает историю, которая на самом деле была, то, что она уклоняется при этих вот как бы бросаниях коньками, ну, то есть, действительно, и вот это то, что называет Сашка, очень, знаете, вот очень близкое такое отношение, да, и мне очень понравилось, честно говоря. Хотя, возможно, я не в теме, поэтому, может быть, я не до конца все это понимаю, но вот это вот человеческое отношение к девчонкам, все-таки оно присутствует, и я вам объясню, почему у нее вот это вот, ну, вот у нас у всех сложилось мнение, что она как снежная королева, такая неприступная, безэмоциональная и прочее, прочее. У нее в космограмме прям даже без натальной карты, так как мы времени не знаем, да, но в космограмме все видно, и мы с вами это все увидим уже буквально скоро. Давайте вот следующий фрагмент по поводу Камилу, по поводу допингового скандала, да, ну, давайте смотреть. Я хотел бы про Камилу, и вообще, можете вообще, ну, вот хоть что-то, что можно? Видите, как ведущий ерзает, смущается, такой просящий взгляд, вжимается в стул свой, поднимает вот плечи, и вот вжимается в эти плечи, печаль у него на лице, то есть ведущий просто смущается задавать ей этот вопрос, потому что вопрос очень коварный, коварный еще и с той точки зрения, что комментарии давать особо нельзя, потому что дело на расследовании, да, и вот здесь вот надо как-то обтекаемо это все объяснить, да, и в то же время надо объяснить публике, да, что это было, да. ...и вообще, как это, и что это, потому что это шоу у всех. Да, знаете, я в голове у себя перелистывала возможные варианты, вопросы, если бы когда-нибудь, вот, правда, вот, во-первых, я бы хотела бы посадить всех участников процесса детектора лжи, потому что я хочу знать правду, я хочу знать... Видите, вот это вот интересно, я хочу знать правду, подняла челюсть и пожимает плечами, вот это вот как раз, видите, когда она стала говорить, она говорит, это снизу, ну, не поднимает высоко челюсть, ну, оно и понятно, в общем-то, да, что тут радоваться, что тут показывать свою силу, в общем-то, все проиграли, да, в этой ситуации, и, смотрите, получается, пожимает плечами, и это сигнал того, что ей, может быть, даже, как сказать, она хочет, ну, она заявила, что хочет узнать правду, но, пожимая плечами, она говорит, я не совсем готова, я не знаю, хочу ли я знать правду, то есть вот это пожимание плечами, вот когда человек действительно хочет знать правду, он поднимает челюсть и начинает декларировать, то есть для него это оружие, да, я хочу знать правду, объясните мне, пожалуйста, то есть он входит в раж и начинает вот как бы, ну, у кого-то спрашивать, да, здесь получается, что я хочу знать правду, и вот такой жест говорит о том, что хочу, но не знаю, хочу ли, вот это вот небольшая тонкость, да, на которую я обратила внимание, идем дальше, следующее, ну, вот, дальше по ролику. Знаете, откуда это взялось, что это вообще, почему, как, у меня столько вопросов, и я думаю, что, наверное, на них никогда не получу ответы, надо как-то с этим... Не получу ответы, челюсть низко держит, и это для нее повод для подавленности, да, и это, если бы, допустим, предположим, она знала или она была виновата лично, да, то она бы, ну, скажем, не получу ответы, для нее это было бы радостным событием, и она бы подняла челюсть, но она, это сказалось, низко опущенной челюстью, то есть все-таки для нее это не повод для радости, отсутствие ответов, да, соответственно, ну, ей бояться нечего, да, так, дальше. Простой вопрос. Вот как-то с этим жить, вот это вот она подняла челюсть, да, то есть будем бороться как-то, будем с этим как-то, сейчас с этим как-то жить, и прикусила нижнюю губу, то есть будем... Вот прикусывание нижней губы говорит о том, что тут главное не лезть дальше, куда тебе можно залезть, да, нижняя губа – это наступательная деятельность, это когда вот мы заходим в помещение, да, и мы чувствуем себя уверенно, мы позволяем себе что-то взять, не принадлежащее нам, да, потрогать, это наглость, да, воспринимается как наглость, но это вот как раз про нижнюю губу, вот люди с выпеченной нижней губой, они, ну вот, чаще всего вот именно так себя и ведут, когда они там, попадая в новое помещение, они не стесняются нового пространства, взять что-то, потрогать, пощупать, притронуться к человеку, то есть это небольшая наглость в человеке присутствует, если нижняя губа немножко выставлена, и антипод этого, ну, этой ситуации, когда человек наоборот всегда губу поджимает, а у Этери это прям в привычке, да, и вот в данном случае она даже прикусывает нижнюю губу, это говорит о том, что лучше я туда лезть не буду, да, я, конечно, хочу знать правду, но я так не знаю, хочу ли, и боюсь, что там я накопаю что-то слишком серьезное, да, вот это вот прям страх-страх какой-то у нее присутствует, да, вот по поводу этой ситуации, хотя, хотя дальше... Во-первых, у нас нет доступа в их личные кабинеты, вот эти вот... Видите, сразу отгораживается, ну, это понятно, да, она рассказывает свою точку зрения, да, и вот то, что у нас нет доступа, пожалуйста, имейте в это в виду. Которых они там заполняют или сдают эти анализы эти свои, но мы точно знаем, что если они допущены до Олимпиады, они все чисты, дальше они говорят, значит, поскольку вот у нее там допинг был, там обнаружен. Видите, допинг был уже как бы факт, но опускает челюсть, да, ей за это стыдно, ей, ну, ей неприятно об этом говорить, поправляет браслет, давайте быстрее это закончим, да, дальше... Отталкивает локтем, да, вот эта ситуация очень неприятная для нее, и мы это видим по сигналам тела. Ее нужно сейчас срочно вывести с Олимпийской деревни, а это же у нас пандемия, это закрытые Олимпиады, и вот здесь у нее пошла челюсть вверх, потому что аргумент в ее пользу, облизывает губу, то есть здесь она уже села на коня, и, ну, вот, часть вот этой вот схемы, да, получается, она взяла на себя, и она, по сути, ну, постаралась эту ситуацию как-то разрулить, да, сгладить как-то, и вот здесь вот началась ее работа, и она этим гордится. Сейчас вот она, рассказывая вот эту часть, уже гордится, да, то есть изначально там были другие жесты, а здесь вот пошла челюсть вверх, то есть вот здесь вот она начала драться, да, отстаивать свою девчонку. Куда вывести? Куда ее вывести? Одну, вот в таком состоянии, я говорю, что значит, куда ее вывести в 15 лет? Я не знаю, я бы на ее месте не пошла бы вообще на лед, наверное. Ну, говорит с выставленным лбом, саботаж такой, не смотрит на собеседника, да, смех как защита, и в конце вскинула голову, такой, знаете, ментальный удар по тому, что ожидают, да. Ну, в общем-то, знаете, вот учитывая, ну, ладно, я потом по натальной карте скажу, но там, знаете, вот у нее вот прям много всего интересного, и я думаю, что она бы так и поступила. Да. Видите, вот засмеялась, так, и скинула, скинула голову, да, облизала губы, и вот здесь вот уже, ну, что называется, так бы она наказала всех, да, вот была бы она на месте Камилы, она бы вот так вот поступила, да, ну, то есть характер, показала бы характер, но, в общем-то, что есть, то есть. Да, ну, и еще один фрагмент. За что? Вот такому нечеловеческому таланту? А, сейчас, ой, да, ладно, сейчас вот этот фрагмент я чуть позже включу, потому что хочу еще пару слов сказать, вот, значит, смотрите, и в итоге, какие мои выводы, да, вот по поводу всего этого. При том, что, ну, вот, если бы она знала, что Камила виновата, она бы демонстрировала другие жесты, она бы в отношении Камилы демонстрировала какое-то, может быть, пренебрежение, осуждение, поднимала бы челюсть, да, то есть, если бы в отношении Камилы она была, ну, она бы знала, что Камила в этом виновата. Дальше, если бы Этери была виновата, то она могла вообще, в принципе, не отвечать совсем. Но то, как она стала отвечать, она как раз настаивала на расследовании, да, она сама вот в процессе этого интервью, если вы хотите, пересмотрите, под видео будет ссылочка на это интервью, она прям сама говорит, что вот я бы, ну, и вообще вот и в фрагменте было, я бы хотела, чтобы все на детекторе лжи рассказали, да. Вот здесь вот как раз человек, который виноват, он не станет так вот, ну, что называется, копаться вот в этом всем, да. Да, человеку виноватому и знающему о своей вине хочется быстрее завершить это расследование, быстрее закопать, что называется, все поглубже, да, и забыть об этом. То есть она бы всячески от этого отстранялась, она бы спокойно могла сослаться на то, что она не имеет права ничего говорить, потому что сейчас идет расследование. Я, кстати, саму Камилу там в каком-то шоу нашла, и вот тоже у нее спросили этот вопрос, но она сказала, что я не могу ничего отвечать, потому что расследование еще идет, я жду результата. То есть вот так вот отказаться она могла, и здесь к ней никаких претензий бы не было, но она стала в этом копаться, она стала это выковыривать, да, она стала какие-то факты приводить, рассказывать эту историю, да, какие-то факты, которые только она знает. Ну, то есть вот это вот все говорит о том, что она не пытается замести следы. И тут что можно сказать? Но вот что касается ее догадок, а они скорее всего есть, вот эти догадки ее саму пугают. И она сомневается, готова ли она знать правду. Здесь возможно, что она догадывается, да, откуда это все, но она как бы изо всех сил старается вот это все, ну, может быть, даже до конца не понимать. Вот так вот. То есть вот такая вот история с этой неприятной ситуацией. Но, знаете, она, возможно, что догадывается, но не будет озвучивать, потому что, во-первых, она может ошибиться, во-вторых, страх может присутствовать, потому что замешаны там какие-то более высокопоставленные люди, от которых она тоже зависит. Я не знаю, какая там ситуация, но ситуация очень плохая, неприятная. И самое неприятное, это, конечно же, для Камилы. Камила, это просто уникальная фигуристка, и все это отмечают, и она действительно потрясающая. Я посмотрела некоторые только выступления, это просто гений, гений фигурного катания. Но что поделать, вот так вот, такая глупая, дурацкая ситуация получилась. Значит, и еще один фрагмент. За что вот такому нечеловеческому таланту такие испытания, и причем мы не понимаем, да, как и вы, наверное, чем все это в конце концов закончится, даже в плане, ну, и в ее будущего, как спортсменки? Ну, не знаю, даже... Я думаю, что это вообще, наверное, на нее повлияло, и на жизнь уже как-то, наверное, уже даже повлияло. Здесь уже не только у нас спорт не заканчивается, то есть жизнь не заканчивается у нас на профессиональном спорте. Дальше, дальше. Я думаю, что как бы вообще это ее очень изменило, потому что до этого это был такой искренний ребенок. Потому что даже там, когда вот ее допрашивали, я тоже ее говорю так, «Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы». «Давай, а надо мне там...» Ну, там вот этот... Значит, какой-то волонтер ее угостил мороженым, какая-то там массажистка Чекмарева ее угостила там Липтон-чаем, кто-то там еще ее чем-то там еще. Я говорю, серьезно? И ты вот это все? И там ты мороженое съела, этот Липтон-чай ты попила, и вот это все происходило. Я говорю, «Камила». Она говорит, «Ну, я не знаю, я как-то вот там...» Ну, вот так мы учим, мы учим. Но она просто станет другой. Ну, все, я думаю, что больше у нее веру, наверное, никому нету. Ну, знаете, здесь вот я, конечно, честно говоря, вот эта вот вставочка ее про то, что она и мороженое съела, и еще что-то, я делю на два, потому что вполне возможно, что это такая подсказочка для Камилы. Камилы, да, и, в общем-то, конечно же, ей хочется, чтобы эта ситуация быстрее разрулилась, да, и все-таки Камиле дали эту золотую медаль. Не знаю, что там было, но как бы вот у всех свои интересы, да, и в данном случае у Этери, конечно же, интерес в том, чтобы ее воспитанница получила эту золотую медаль и была счастлива, да, потому что, конечно же, век фигуристок очень короткий. Да, ну, в общем, на этом я завершаю разбор невербального поведения, и мы переходим к разбору натальных карт. К сожалению, времени рождения нету, но даже при этом мы видим, что самое большое скопление планет у Этери в рыбах, и отсюда такая скрытность, отсюда вот скрывание всего, эмоции и так далее. Но самое главное, почему ее называют снежной королевой, да, потому что у нее Венера с Лилит, ну, Венера немножко в отдалении от Лилит, в Козероге, понимаете? Вот у меня такая же ситуация, у меня тоже Венера в Козероге, и я вообще, знаете, по себе скажу, что я не умею проявлять эмоции, как вот мы, девочки, это умеем, там, в щечку поцеловаться при встрече, там, все такое. Вот я как-то вот у меня, вот по-другому я проявляю свои симпатии. Если кого-то это обижает, вот, например, при общении со мной, что я недостаточно близко, тактильно с людьми контактирую, так это только потому, что у меня Венера в Козероге, я не умею по-другому, понимаете? Я смущаюсь. И это вот как раз, ну, вот у Этери та же самая беда. Она просто смущается, поэтому она предпочитает вот так держаться ровно, да, вот такая королева неприступная, и у всех складывается такое ощущение. Но на самом деле, как она рассказывала про эту Сашку, да, вот кто с ней сближается, да, вот, и я тоже вот как обладатель такого же аспекта, вернее, такого же положения Венеры, я знаю, что когда я сближаюсь с человеком, я могу его и обнять, и как-то вот, ну, это только делать наедине, потому что когда все видят, да, я всегда меня это сковывает, я всегда, вот это вот меня очень сильно смущает, поэтому я могу наедине там и вот побросаться, как и вот в данном случае, побросаться этими, как их, коньками, да, и как-то проявить свои эмоции, но на людях я этого не делаю. Кстати, вот скажите мне, у кого есть другое мнение на этот счет, ну, для меня, честно говоря, стало понятно поведение Этери, да, вот потому что я тоже это чувствую в себе, и я это прекрасно понимаю. А еще от Венеры идет квадрат к Урану, то есть она и не знает, как вот получается, что смущается, да, она боится показаться, может быть, слишком навязчивой, может быть, слишком смелой, да, и вот это вот ее очень сильно еще больше сковывает, понимаете, Венера мало того, что в Козероге ей неудобно, ей некомфортно, здесь рядом еще это Лилит, которая все равно, хоть и на, ну, есть расстояние, но все равно она рядом, понимаете, здесь еще вот от Урана идет аспект негативный, то есть ее Венере очень сложно, ее Венере сложно проявлять вот это вот, свои вот эти женские чары, свои женские качества, вот поэтому она так себя ведет, и воспринимается, как будто она бездушная, на самом деле ничего подобного, там в рыбах у нее стеллиум планет, это прям, знаете, такая мощь, и эта мощь спрятана, и очень здорово, что Этери стала тренером, потому что вот как сама по себе, как фигуристка, да, она не смогла вынуть из этих рыб свое солнце, она не смогла эти планеты все достать и показать миру, они все есть, они все ее обогащают, она богата вот этими талантами, но она эти таланты не может показать, это как планеты в 12 доме, которые, ну, которым символически как раз и покровительствуют рыбы, то есть это вообще планеты, которые как бы есть, они работают, вспомните у Бузовой, Меркурий в 12 доме, все ее воспринимают как дурочку, и она в общем-то на этом хорошо и играет, но в то же время мы прекрасно знаем, что человек с высшим образованием, человек нормально в принципе, у нее мозги работают, она какие-то вещи нам выдает, да, безусловно, может она не суперталантлива, но дурочкой ее назвать нельзя, но Меркурии, конечно, в 12 доме дает такое ощущение дурочки, так вот, что делать, если у вас, например, скрыты планеты в 12 доме, и вам сложно их проявить, особенно это страшно, ну, здесь не 12 дом, я не знаю, в какой дом это попадает, но это все в рыбах, то есть это все-таки символически, очень похоже на нахождение в 12 доме, а вот вам пример как раз, как доставать планеты из 12 дома, получается, что у Этери, как у фигуристки, не получилось это сделать, потому что это очень длительный, долгий процесс, это для того, чтобы это все начало работать, человеку нужно разобраться в себе, очень глубоко научиться, вот это все добывать, либо нужно отдавать эту энергию людям, понимаете, вот энергии этих планет нужно отдавать людям, и будет счастье, понимаете, и через людей получать, вот это признание, понимаете, как это все интересно сложено, да, то есть Этери, конечно, очень закрытый человек, благодаря вот этому нахождению планет, то есть она может и хотела бы открыться, но здесь и Венера не может из-под этого козерожьего внимания вылезти, да, и вот еще внимание от урана, да, то есть вот здесь сковано, здесь сковано, везде сковано, а когда она начала продвигать девчонок, вот это у нее действительно получилось, и ее звезда загорелась, вот как интересно это все трактуется, но, знаете, я прошлась по ее транзитам, ну, знаете, я последнее время вообще по транзитам стала у всех вот смотреть, да, и вот в предыдущем разборе, и у Этери очень интересно по транзитам, что я нашла, ну, во-первых, у нее сейчас Плутон находится на Венере, вот так, подождите, где, так, 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 дайте я разберусь, это у нее, да, на сейчас у нее космограмма, и, а, вот Плутон как раз сел на ее Венеру, да, и получается, что она все ярче заявляется, я это себе, но сейчас, ну, Плутон это такая планета, которая приходит и проверяет, что, одарить тебя или закопать тебя, ну, вот, конечно, я не знаю, что получится вот из этой ситуации, да, многие сейчас говорят об Этери, да, и есть много мнений, кто-то считает ее там чуть ли не шарлатанкой, я почитала в интернете, кто-то ей восторгается и считает ее богиней, но, в общем, разные мнения, и сейчас как раз идет проверка по Плутону, понимаете, ее вот этой вот Венеры, Венера, у нее вообще очень интересная, ну, планета, которая ей всегда несет плюс, вот как ни странно, смотрите, я просто прошлась по ее, во-первых, биографии, да, и по тому, как вот эти трансурановые планеты, с какими планетами совмещались, у нее очень интересная история, вот эти все трансурановые планеты, они же потом вот идут вперед, да, и здесь вот все планеты выстроились перед ними, да, получается, что трансурановые планеты идут очень медленно, да, и на каждой планете они там, хоть и долго стоят, но один раз только, и вот все вот эти вот места, где трансурановые планеты соединяются с обычными планетами, они, ну, вот какие-то события происходят в жизни, хорошие или плохие, это все зависит от того, как человек к этому подготовился, оказывается, мы вот при каждом таком соединении, или при каждом аспекте вот от трансурановых планет, транзитных трансурановых планет, мы получаем какое-то событие в жизни, которое нас как-то ведет куда-то, да, вот к нашей цели, или к цели Вселенной для нас, да, то есть вот если мы отклоняемся от этого пути, то нас жизнь просто бьет по носу и говорит, слышь, ну ты должна идти вот в этом направлении, что ты свернула, да, вот трансурановые планеты, они как бы нас направляют туда, куда нам нужно идти, так вот, я надеюсь, что те, кто у меня на курсе по астрологии, вы вот эту тему тоже очень интересно, ну с таким же интересом изучаете, потому что там вот настолько, ну классно, я там по себе разобралась, настолько вот все попадает в события моей жизни, что я просто думаю, боже мой, почему я раньше астрологией не занималась, и вот эта вот транзитная техника, она у меня вот в этом мини-курсе, она там на 11 или 12 занятии, я прям четко вам показываю, как это делать, берите, тренируйтесь, я прям, ну не знаю, вы будете в таком же восторге, у вас так же будут глаза гореть, когда вы это будете разбирать, так вот, сейчас у Этери, этот, Плутон стоит на Венере, недавно он стоял на Лилит, значит, Плутон это, значит, либо расширяется, либо все теряет, зависит от наработок, но Плутон в хорошем настроении, вот я как заметила, когда Плутон соединяется с планетой, он как бы приходит к этой планете с хорошим настроением, а уже если планета прям накосячила, накосячила, тогда только Плутон будет наказывать, обычно Плутон что-то хорошее приносит в жизнь, когда соединяется с планетой, ну правда с Лилит, у меня была очень плохая история, и с Лилит, конечно, моя жизнь разделилась на до и после, но все-таки вернемся к Этери, да, и что, Венера ей чаще всего несет плюс, потому что, вот например, когда Уран, который уже вот здесь находится, а когда он находил, вот проходил по Венере, вот так же соединялся, получается, что Этери попала вот в этот теракт в Оклахоме, который, ну вы наверняка знаете, она поехала в Америку и попала там в теракт, и чудом выжила, и вот это вот, конечно, очень такой переломный момент ее жизни, да, и, например, так, что еще, квадрат Нептуна к узлу сейчас идет, а вот смотрите, вот на сегодняшний день получается, Плутон соединен с Венерой, это, я думаю, что хороший знак, но вместе с этим от Нептуна идет квадрат к узлу, а вот здесь уже, конечно, Нептун проверяет, и он, так как это квадрат, он пришел в плохом настроении, и он будет требовать Сетери, чтобы она прям шла по своему пути, кто такой Нептун, это эмоции вообще всего мира, можно сказать, да, это может быть какой-то обман, иллюзии, то есть вот какие-то, может быть, будут вскрываться подробности, ну, то есть вот здесь вот, конечно же, ну, сразу получается два таких аспекта важных, сейчас проходят в жизни Этери, поэтому вот я по-человечески очень хочу, чтобы она это прошла и дальше, чтобы зажигала новых звезд и так далее, да, но идем дальше, вот что у нее было, вот по Венере я сказала, что Венера ей всегда несет что-то хорошее, да, вот получается, уран по Венере, вот это неожиданное событие, но все-таки в итоге она жива, да, здорово, дальше Нептун, когда шел по Венере, это было в 96-97 году, так, Нептун у нас, Нептун, где Нептун, я что-то прям, а, вот Нептун, который в квадрате, да, в квадрате сейчас, к этому кузлу, так вот, когда он шел по Венере, это был 96-97 год, это когда вот она, насколько я понимаю, уехала в Америку, да, и, ну, не знаю, насколько это хорошо или плохо, но более-менее, да, дальше Плутон, так, а, вот потом Плутон по Венере, вообще, в принципе, у нее с февраля 22-го года, и конец 23-го года, вот у нее, Плутон получается на Венере, почти два года, да, вот два года он у нее будет стоять, до конца 23-го года, и сейчас вот как раз, и это все попало, я так понимаю, в этот допинговый скандал, да, ну, то есть, вот прям Плутон пришел, и Нептун тоже, они пришли проверить, что называется, домашнее задание, да, и посмотрим, как это все пройдет, человек, очень интересно, да, и Плутон по Юпитеру в 2040-м будет идти, то есть, в 40-м году мы обязательно, ну, я думаю, мы и раньше услышим об Этере, значит, что еще, Плутон на узле, когда был, например, вот узел, а вот Плутон, да, вот когда он был на узле, вот в этот момент, как раз, она мыкалась по Москве, ну, я просто посмотрела по Википедии, мыкалась по Москве, и случайно получила работу тренера, другого тренера, это был 2005-2007 год, то есть, вообще, вот прям, все, все складывается, вот эти вот транзитные технологии, они настолько классно работают, причем там же не только вот эти соединения, когда вы знаете дома, то это вообще, пусть Пиды домов смотрите, смотрите, ну, там вот вы увидите, вот в этой схеме, которую я вам показываю на занятии, там можно задавать аспекты планет, да, когда вы там вот смотрите на сегодняшний день, и вы видите, что может образоваться квадрат, например, от Плутона, там, к Урану, ну, там смотрите по градусам, да, и если это сходится, то смотрите, когда это произойдет, да, и вот в эти периоды ожидайте, что что-то может произойти, да, ну, в общем, вот таким образом можно предсказывать все, это вы можете использовать, если вы присоединитесь к нашему курсу по астрологии, под видео есть ссылочка, но давайте все-таки еще вернемся к нашим героиням, и я здесь поставила, значит, момент, когда была Олимпиада, и когда вот первая олимпийская чемпионка, ну, вот насколько я поняла, что первая олимпийская чемпионка у Тутберидзе, это была Лепницкая, да, и это было в 2014 году, я поставила эту дату, и что я здесь увидела, Меркурий находится на Уране, значит, так, вот Меркурий, подождите, так, а, нет, это я по Лепницкой уже смотрю, Тутберидзе, значит, солнце, а, солнце у нее на Венере, получается, вот транзит, это Тутберидзе, а солнышко встало как раз на Венеру, а мы помним, что Венера приносит всегда в итоге Этери, все-таки плюс приносит, вот так вот получается, да, несмотря на то, что она в Козероге, несмотря на то, что она там бита этим ураном, да, все равно в итоге ей Венера всегда приносит удачу, ну, и вообще Венера, в принципе, такая добрая планета, и это хорошо, да, что вот есть такие добрые планеты, которые приносят удачу, так вот, как раз в этот день солнышко встало на ее Венеру, и Нептун на солнышко, где Нептун, где у нас транзитный Нептун, транзитный, вот, а вот транзитный Нептун рядышком с ее солнышком, то есть вот здесь как раз со стороны Этери, вот такая комбинация была, а со стороны вот Юлии Лепницкой, значит, смотрите, получается, у нее прям много соединений, Меркурий на Уран, это как раз вот высшая, вот, что называется, концентрация, получается, Уран, это высшая октава Меркурия, и здесь они вот соединившись, вообще просто, ну, вот дали такой симбиоз, что человек, вот, как раз на высшей, вот так, вот, высшая концентрация у нее получилась, да, дальше Марс встал на Лилит, то есть на все капризы есть энергия, да, то есть вот чего ты не захочешь, все я тебе дам, силы у тебя на все хватит, вот так вот Марс подошел к Лилит, и, ну, здесь главное, чтобы не спуститься на что-то, ну, на какую-то низкую цель, да, а здесь цель была хорошо заряжена, и, в общем-то, Марс здесь хорошо помог, дальше, Тригон, Плутон, Белая Луна, от Плутона, где у нас Плутон, вот Плутон, ага, вот, получается, смотрите, вот этот, как раз тоже аспект от высшей планеты, который долго идет, как вы помните, да, вот три планеты, которые мы рассматриваем для того, чтобы событийный ряд предсказать, да, это Плутон, Уран и Нептун, вот эти три трансурановые планеты, они очень медленно идут, некоторые из них даже, ну, никогда не доходят до каких-то точек, ну, некоторые из них даже не доходят весь круг, в процессе нашей жизни, поэтому вот эти планеты, они дальше всего от нас находятся, и очень сильно влияют на нашу именно событийную жизнь, и вот это вот как раз очень важно для того, чтобы предсказывать какие-то события, да, и вот здесь получается от Плутона хороший аспект Белой Луне, а Белая Луна это наработки ее прошлых воплощений, это то, в чем она сильна, и в этой жизни ей больше в этом смысле дается, и получается вот это вот ее наработки, да, вот которые она и в прошлой жизни, и в этой жизни она работала, получается вот, ну, ее, ну, вот, девчонки у Этери работают просто как лошади, я когда, ну, вот смотрела, как они там тренируются, это не человеческие условия, да, и здесь получается, что вот эти все наработки, на них как раз наложилась энергия Плутона, и усилила, ну, вот все, что было, да, и секстиль, уран, меркурий, то есть смотрите, от трансурановых планет, сколько разных аспектов, вот, от урана, к меркурию, да, а, меркурий здесь к урану, а здесь от урана к меркурию, смотрите, как, и туда, и сюда, это сверхконцентрация, вот прям, вот, время выбрано идеально для того, чтобы вот прям именно этот человек победил на Олимпийских играх, вот прям все сложилось так, как нельзя было лучше, а потом, Нептун встал в квадрат к Плутону, это в марте 14-го, конец 15-го, прошло везение, это вот по Лепницкой, кстати, что у нее было после Олимпиады, почему вот так вот, какие негативные события у нее были с марта 14-го до конца 15-го года, вот это вот как раз был квадрат Нептуна к Плутону, к ее натальному Плутону, скажите мне, пожалуйста, в комментариях, что там у нее было, да, а теперь самое интересное, да, вот совместимость с девчонками, да, и здесь, конечно же, как говорится, первый блинком, тут у Этери, вот я просто вам покажу статистику, да, я даже комментировать не буду, просто совместимость ее, например, с Юлией Лепницкой, видите, одни красные аспекты, то есть я не знаю, как они сработались, но там просто вот, ну, очень все сложно было, но видите, все-таки в итоге пришли к золотой медали, да, идем дальше, следующее, Саша Трусова, да, которая этими, кидалась коньками, да, и все такое, вот, пожалуйста, аспекты, то есть три плюса и два минуса, да, вот здесь, например, сколько минусов, раз, два, три, четыре, пять, пять минусов, один плюс, да, вот в их, то есть пять недостатков, один плюс, который их объединял, здесь три плюса, два минуса, то есть первый блин комом, да, дальше уже пошли более подходящие девчонки, дальше смотрите, с Медведевой, тоже три плюса, два, нет, четыре плюса, видите, здесь еще соединение, то есть все-таки здесь больше плюсов пошло, да, и два минуса опять-таки, дальше идем, следующее, Загитова, так, раз, два, три, четыре, пять, и шесть, шесть плюсов, и раз, два, три, три минуса, то есть, а вот чем больше, кстати, соединений между планетами, тем больше люди друг другу интересны, вот если вы смотрите совместимость, то самые страстные отношения бывают с теми, с кем больше всего вот это, то есть планеты друг друга соединившись, начинают общаться, неважно плюс, минус там, важно, что они общаются, они интересны друг другу, то есть вот совместимость, она, чем больше планеты друг с другом общаются, тем больше идет совместимость, и здесь уже, с Загитовой уже более-менее, ну уже прям совместимость-совместимость, да, ну вот с Женей начиная, прям, ну хотя с Женей тоже, вот-вот пошла совместимость, и смотрите, вот еще, Камила Валиева, здесь просто идеальная совместимость, смотрите, соединение планет, раз, два, три, дальше, зеленый аспектор, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10 соединений зеленых и 3 красных. Вот здесь действительно те отношения, которые нашли друг друга, что называется, на небесах. Не знаю, кто будет следующий, можно тоже это посмотреть, и вы это можете сами сделать, если присоединитесь к курсу по астрологии. А я сегодня прям затянула эфир, смотрю, прям уже 57 минут, поэтому буду потихонечку закругляться. Надеюсь, что вам это понравилось. Если вам интересно разобраться в ваших отношениях или в ваших предназначениях, например, или в отношениях с мужчинами, welcome на консультацию. Либо разбирайтесь вот с помощью астрологии, у меня новый курс, либо нумерология. Это если вы там хотите поменять имя, фамилию, чувствуете, что вам не везет, может быть. Посмотрите по нумерологии, может быть, вас тормозят какие-то кармические цифры, которые можно либо проработать, либо просто поменять имя и тем самым уйти от проблемы. Что касается астрологии, если тоже вас что-то тормозит, можно переехать куда-то в другой часовой поезд, либо просто проработать какие-то аспекты. Это все лечится. Главное знать, с чем работать. Поэтому в ваших руках это решить. Я со своей стороны любые инструменты готова предоставить. Хотите, сами обучайтесь, хотите, приходите на консультацию. В общем, в любом случае этот вопрос необходимо решать, если он есть. Если у кого-то есть. В общем, в любом случае, я надеюсь, что вам этот эфир понравился. Надеюсь, что я была максимально объективна, насколько это возможно. Потому что, честно говоря, я в этом вопросе чайник, но восторженный чайник. Восторженный в том смысле, что молодцы. Молодец и Этери, молодцы и девчонки. И вообще просто это то, чем России можно гордиться. Сейчас особенно это ценно, потому что гордиться, как вы знаете, мало чем можно. К сожалению, да. А вот это вот то, что действительно прям нять-нять. Да, спасибо вам всем за внимание. Люблю вас всех очень сильно. До новых встреч. Пока-пока. Да, и пишите в комментариях, кого еще хотите разобрать. Какие еще интересные интервью вы встречали. Я наконец-то отчиталась перед вами за свое обещание. Теперь я ничего вам, по-моему, уже больше не обещала. Я теперь свободно и могу делать разборы, те, которые вы еще закажете. Еще раз люблю вас всех очень сильно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok